Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Ну что ж, друзья, эта неделя обещает быть очень насыщенной на фундаментальные события. Нас ожидает целая куча релизов по инфляции в разным регионам и целых два заседания, точнее, три заседания мировых регуляторов. Буквально за каждым мы будем, разумеется, внимательно наблюдать, потому что эти заседания могут повлиять на инструменты, за которыми мы следим. Речь идет о Федрезерве, речь идет о банке Японии и речь идет о банке Англии. Соответственно, что касается данных по инфляции, будем анализировать завтра статистику по инфляции Канады, также завтра будут данные броничным продажам США. В среду данные по индексу потребительских цен английской экономики и еврозона. В среду, как вы знаете, традиционное для этого дня недели заседание американского регулятора. В четверг, как я уже отметил, будем ждать супер четверг для британских инвесторов, потому что в этот день прогнозы по инфляции, по экономическому росту, решение по ключевой процентной ставке, в общем, будет очень волатильно. И также в четверг будут опубликованы данные по инфляции в Японии, которые подготовят нас к пятничной торговой сессии, когда сам японский регулятор проведет свое заседание. Индекс доллара текущей котировки 100.46. Мы приближаемся к нашей долгосрочной цели, которая ранее была выставлена на отметке 100 пунктов. Соответственно, если проанализировать именно текущие уровни и активность продавцов, я думаю, что многие из вас со мной согласятся, что прям уровень 100 манит инвесторов. И, наверное, даже не нужно сомневаться в том, что американский доллар протестирует данную банку уже в ближайшее время. Хотя, признаюсь, что после выхода данных по CPI, по инфляции на прошлой неделе, даже несмотря на те цифры, которые мы видели, возникли некоторые сомнения в том, что доллар сможет очень быстро оказаться вблизи данного значения. Потому что даже несмотря на снижение инфляции в прошлом месяце с 2,9% до 2,5%, почему-то участники рынка решили, что можно коррекционно поиграть в покупателей и, соответственно, подтянуть индекс доллара повыше. Ну, хорошо то, что в конечном счете продавцы оказались сильнее. Если вернуться, опять же, к анализу данных по CPI, напомню, что помимо основного индекса потребительских цен, мы также обратили внимание на базовое значение, которое не изменилось в прошлом месяце и осталось на отметке 3,2%. Поэтому те, кто, опять же, объяснял рост доллара после выхода CPI, они как раз сослались на то, с чего мы будем падать, потому что базовая инфляция остается на тех же самых значениях, поэтому нет какого-то ощутимого прогресса. Я с этим совершенно не согласен, потому что дезинфляционный тренд, он все-таки подтверждается как тенденция не только за счет изменения базового индикатора. Есть еще и основной индекс потребительских цен, который демонстрирует устойчивую нисходящую динамику. Соответственно, похожая картина была еще после выхода данных по Non-Farm Perils. Помните, когда, с одной стороны, мы увидели очень скромный прирост по количеству рабочих мест, и, в принципе, на основании этого можно делать вывод о том, что рынок труда охлаждается. Но, с другой стороны, уровень безработицы снизился, поэтому те, кто покупал доллар после статистики по Non-Farm Perils, они как раз и оправдывали этот рост тем, что на самом деле самые объективные показатели по данному сектору демонстрируют прогресс. Но я уже комментировал, опять же, снижение уровня безработицы. Да, он скорректировался на целых 0,1%, но все равно остается на максимумах за несколько лет. Все точки над «ы» расставил отчет PPI, данные по промышленной инфляции, которые ясно подтвердили и доказали то, что ФРС остается крайне чувствительным к тому, что происходит с инфляцией. Даже можно уже забыть о комментариях Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холле о том, что якобы американский регулятор сместил фокус своего внимания с инфляцией на рынок труда. Все-таки инфляция имеет большое значение, если там подтверждается сохранение дезинфляционного тренда, то, соответственно, американский регулятор не может игнорировать того факта, что создается все больше оснований и условий для того, чтобы ФРС снижал ключевую процентную ставку. Отчет PPI. Данные по промышленной инфляции снижения с 2,2% до 1,7%. А, кстати, базовая инфляция также осталась без заменения на отметке 2,4%. Этот отчет стал причиной агрессивных распродаж доллара. Но здесь тоже нужно сделать ремарку. Наверное, это снижение доллара было следствием не только выхода вот прям отчета PPI данного релиза. Оно стало следствием накопительного эффекта. Все-таки участники рынка получили кучу подтверждений того, что уместно агрессивное снижение ключевой процентной ставки. И еще всю прошлую неделю я делал акцент на доходности американских облигаций, которые снижались. И, по идее, когда мы наблюдаем за снижением доходности трежериса, доллар тоже должен демонстрировать нисходящую динамику. Но возникла определенная раскорреляция. Или, скажем так, временной лаг, который потребовал большего внимания рынка. И когда все-таки трейдеры осознали, что доходности облигаций валятся, значит, это все-таки и есть отражение того, что ФРС может пойти дальше и снизить процветную ставку больше, чем на 25 базисных пунктов. В итоге, друзья, мы получили ту динамику, которую ждали. Распродажи доллара, рост золота, снижение доходности американских облигаций. Эта, кстати, динамика просто усилилась. И что касается рыночных ожиданий по тому, что сделает ФРС на заседании, которое состоится на этой неделе. Вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов, 50 базисных пунктов, друзья, составляет уже 57% и 43% на 25 базисных пунктов. Я уж думаю, что мы перед заседанием ФРС вряд ли сможем констатировать такие значения и столь радикальные изменения рыночных настроений. Но есть то, что есть. Я совершенно не против, чтобы эти настроения и дальше топили доллар и позволили нам по этому инструменту все-таки увидеть долгожданный тест уровня поддержки 100 пунктов. Золото 1586 долларов за трость консу и все те факторы, которые я называл от ситуации с долговым рынком до позиционирования макрофондов, они остаются в силе. Но сейчас, наверное, нужно делать все-таки больше акцент, самый значимый акцент на то, что валится американский доллар, снижаются доходности американских облигаций и рыночный сантимент, друзья. Даже несмотря на такие экстремальные значения, новые исторические максимумы, которые мы обновляем по золоту практически каждый час, рыночный сантимент указывает на то, что толпа остается в продажах. Ну, понятно, что все рассчитывают на коррекционный откат, разворот тренда и так далее. Но 18% покупок явно подтверждение того, что золото видит для себя уровни повыше. И, скорее всего, следующей целью может стать даже не отметка 2,600, а, вероятно, даже значение 2,650. Ну, кто знает, друзья, может быть даже повыше. Поделитесь в комментариях, опять же, вашей точкой зрения, как вы думаете, как далеко может зайти текущая бычая ралли рынка драгоценных металлов. Рынок нефти 71,60 пока без изменений. Я думаю, что будут сделки дальше по ходу этой недели. Нужно посмотреть за фундаментальным фоном и, скорее всего, мы найдем основания для повторных продаж с также целевыми отметками ниже 70 долларов за баррель. Австралийцы против доллара 0,6730. Ждем четверг данные по рынку труда Австралии. Много раз говорил то, что австралийский доллар нужно покупать только лишь потому, что за этой валютой стоит регулятор, который все еще намерен повысить процентную ставку из-за отсутствия какого-то ощутимого прогресса в ослаблении инфляционного давления. Поэтому повышение процентной ставки и просто разговоры или вероятность того, что это возможно, может далеко отправить пару в район отметки 0,70. Тем более, что сейчас рисковые инструменты пользуются особой поддержкой из-за слабости американского доллара. S&P 500, 5630 пунктов. Друзья, здесь прямо считаем пункты до нового исторического максимума. И если ФРС, а я практически в этом не сомневаюсь, снизить процентную ставку на 50 байсных пунктов, будут вам эти исторические максимумы. И надеюсь, что вы уже вовремя и своевременно приняли решение об открытии длинных позиций и сможете на этом роли неплохо заработать. Евро против доллара 1,11. Хороший вопрос относительно того, почему же после такого агрессивного снижения ключевой процентной ставки, если говорить про ключевую процентную ставку, она снижилась на 60 байсных пунктов, европейская валюта не обвалилась так сильно, как прогнозировали многие. Ну, наверное, во-первых, во-вторых и в-третьих это все из-за доллара, потому что именно американская валюта остается основным драйвером для движения других инструментов на рынке Форекс. В отношении евро, где корреляция практически 100%, это точно так. Но я бы еще чуть-чуть подробнее разобрал итоги заседания Европейского центрального банка. Да, ставку снизили, но сопровительные заявления, да и риторика Лагарда носила смешанный сигнал. С одной стороны, Европейский центральный банк признал, что ситуация в экономике ухудшается, дела экономически активно снижаются, риски рецессии сохраняются. И, по идее, это как раз условие, из-за которого нужно и дальше снижать ключевую процентную ставку. Но при этом очень много было сказано про то, что инфляционные риски остаются высокими из-за все еще высоких показателей по заработным платам. Поэтому единственный инструмент, который может ограничить эти риски, такая же ограничительная монетарная политика, которая предполагает сохранение процентной ставки, ну как минимум, на текущем значении. Поэтому первая реакция после заседания и распродажи мы видели, но быстро европейскую валюту выкупили. Рынок несколько запутался, но сейчас уже после нескольких дней, после заседания Европейского центрального банка, я могу сказать то, что рыночный консенсус теперь предполагает то, что ЕЦБ снизит ставку всего лишь один раз на 25 байсных пунктов в конце этого года. И сейчас можем расслабиться, положиться на влияние доллара, спокойно игнорируя европейский фонд, связанный с монетарной политикой, ожидать то, что евро выйдет к новому максимуму и превысит отметку 1.12. По британской валюте похожая картина 1.3160, только здесь мы не ждем снижения процентной ставки в ходе заседания на этой неделе. По данным рейтерс, большинство экономистов уверены, что ставка будет снижена на 25 байсных пунктов только в конце этого года. Я вам говорил об этом еще месяц назад. И сейчас можем также добавить к идее того, что фунт будет расти из-за слабости доллара, еще и сам факт того, что Банк Англии сохранит ставку высокой, ну, по сравнению уже со ставкой многих других мировых центральных банков. И это будет выступать дополнительным попутным ветром для фунта. Поэтому рисковые инструменты пользуются, будут и дальше пользоваться спросом. Ждем новые максимумы, американскую валюту ждем на новых минимумах. Ну и по золоту, я думаю, что тенденция ясна и очевидна. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!